И снова сквер-юность стал центром притяжения бывших комсомольцев. Здесь они собрались, чтобы вспомнить молодость и отдать дань тем временам, когда комсомольская организация им строить и жить помогала. Конечно, те годы давно позади, да и понятия в ЛКСМ больше не существует. Но память сильнее времени, особенно когда ее освежают снимки фотовыставки, подготовленные к юбилею. Я в комсомоле, конечно, давно и была председателем отряда, и в группе. И мы танцевали с детства, у нас были агитбригады, стройотряды. И вот это все вспоминается. Активный образ жизни был очень. Гости митинга возложили цветы камню в честь создания сквер-юность и проследовали в районный дом культуры, где в холле их ожидала еще одна выставка. Сотрудникам историко-культурного центра удалось собрать символику в ЛКСМ. Билеты, значки, оригинальные фотографии торжественности прибавило выступление Оркестра русских народных инструментов Владимира Гдейхмана. В приятной обстановке старых друзей комсомольцы вспоминали свою молодость, делились историями, обсуждали возможность создания подобной организации в наши дни. Но не в виде вот этой политически четко определенной организации, но как общественной организации, которая собирает молодежь под лозунгами любовь к родине, делание общего дела, вырабатывание чувства коллективности и других важных качеств, без которых настоящим гражданином России стать невозможно. Каждый гость мероприятия получил в память подарок. Книгу под названием «Это наша с тобой биография», где автор издания Алексей Плотников рассказал о жизни ленинских комсомольцев. Такая книга, вообще на нее времени должно уходить не меньше полугода-год. Нам удалось издать эту книгу, подготовить за месяц. Там много можно найти дел, свершений, успехов, которыми можно гордиться и гордиться нашей комсомольской организацией. И ветеранам комсомольца могут показать, рассказать своим детям, внукам. Торжество продолжилось в зрительном зале Дома культуры. Детские творческие коллективы подготовили для главных героев дня тематические танцевальные и песенные номера. И снег, и ветер, и звезд ночной полет, Меня, мое сердце, тревожную даль зовет. За активную работу в годы существования ВЛКСМ Ленинского района глава муниципалитета Валерий Венцель наградил комсомольцев почетными грамотами и поздравил всех присутствующих со столетием молодежной организации. Я благодарен всем вам, ветеранам движения комсомола, за то, что вы и в наше настоящее время находитесь в стране. Спасибо вам за то, что вы являетесь примером для нас, для подрастающего поколения, которому мы сегодня уделяем большое внимание. Спасибо, что вы вместе с нами участвуете во всех общественно-политических мероприятиях, которые проходят в нашем Ленинском муниципальном районе. Тому, как ветераны комсомольского движения вспоминают о годах, проведенных в организации, можно только позавидовать. И кто знает, может наша страна воспользуется опытом этих людей и создаст похожее объединение для молодежи России. Юлия Погосян, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова